Утро понедельника 27 февраля для ждущих весну уфимцев стало настоящим испытанием. Водители откапывали свои автомобили и с трудом пробирались до дорог общего пользования. А у пешеходов, в лицо которым задувала метель, путь до остановки занял времени больше обычного. В конце февраля в Уфу вернулись снегопады. Иду вот сейчас на остановку и думаю, только вчера отгуляли Масленицу, а весной-то пока даже как-то и не пахнет. Какие-то горы уже образовались из снега. И вот интересно, а как сейчас будет ходить транспорт и за сколько я вообще доеду до редакции? Дорога, кстати, заняла столько же времени, как обычно. Широкие улицы, такие как Первомайская или проспект Октября, уже плотно укатали. Однако, согласно сервису Яндекс.Пробки, заторы в Уфе достигали 10 баллов. Поэтому по прибытии в редакцию мы снарядили технику и с коллегой отправились на вылазку по заснеженной Уфе. У меня полный привод, поэтому я все-таки выехал из двора, но я всю ночь слушал буксующие во дворе машины. Давайте прокатимся по городу и посмотрим, как чистят основные улицы, второстепенные, дворы. Может быть, даже получится заехать в частный сектор. Казалось, что снегопад создает большие неприятности на дорогах. Однако он может навредить и машине, которая мирно стоит у дома. Смотри, сегодня люди выезжают в понедельник на работу. У них какие в основном проблемы-то начинаются? Выехать. Например, в эти выходные была ситуация, мне притерли машину, в колее стащила машину на мою припаркованную и тиранули банкер. Но как бы не в городе, правда. А сейчас и в городе так же. Дорога же, в принципе, чищенная по ней, можно же ехать. Ее же не завалило снегом. А в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, при движении машины заносят, потому что все равно снег этот имеется. Во-вторых, чищенная проезжая часть, она сузилась. Соответственно, полос стало меньше для движения. Соответственно, автомобилей-то осталось столько же, а полос стало меньше. Проехавшись по проспекту Октября, мы решили оценить обстановку во дворах. Вот, по-твоему, оптимальный режим работы в эту неделю, когда снег будет идти, как коммунальная техника должна... Да безостановочно. Но, как бы, слушай, это форс-мажорные обстоятельства. Скажем так, это не так часто происходит, да, поэтому, ну, наверное, можно какие-то сверхурочные людям оплатить, чтобы они вышли и работали там в ночном режиме. Что вот чистить в первую очередь? Как ни странно, ну, мне кажется, по моему скромному разумению, да, что в первую очередь надо чистить второстепенные улицы. На главных улицах довольно большой поток автомобилей, которые, в общем-то, разбивают, да, снег, этот кашу. А вот на второстепенных улицах машин не так много, поэтому там вот эта каша, она, как бы, создает серьезные проблемы для автолюбителей. На одну из таких мы и решили отправиться. Улица Кольская соединяет проспект Октября и Сипайлова. Но крутой подъем вкупе с кучей снега перекрыли этот путь для многих. Вот она замечательная улица Кольская, да. Мы видим, что тут ничего никак не чистилось. Мы видим, что впереди нас стоят машины. И вот в такой ситуации, получается, как бы, ну, ситуация патовая, да. То есть этот не может ехать вперед, те, кто за ним стоят, не могут спуститься назад. Ну, а как сюда кунали, тех, кто загнать, это маленькая дорога такая? Слушай, ну, я помню, ее просто закрывали и, ну, то есть закрывали проезд внизу. И она односторонняя, сверху спускался грейдер и все счищал. В начале зимы так делали. С этого момента нам повстречался не один человек, который попал в снежную ловушку. Сперва один водитель на наших глазах неловко попробовал объехать другого и угодил в плен сугроба. Вот, пожалуйста, выезд с улицы Кольской. Люди не могут здесь подняться. Вон они стоят, видишь. Опа. Вот сейчас машину может потащить, да, и как бы они друг на друга прилягут. После того, как две машины разъехались, мы наткнулись на водителя, который откапывал свой автомобиль. Его из ловушки пришлось вытаскивать при помощи троса. А после него и фуру, которая застряла на перекрестке улиц Бессонова и Комсомольской из-за наледи. Важно то, что у тебя есть в машине. Ну вот представь, зима, да, у человека нет ни троса буксировочного, ни лопаты для того, чтобы подкопать. Самая главная ошибка, которую допускают водители в таких ситуациях, снег можно тихонечко накатать, да, ездя туда-сюда, накатать себе дорожку и спокойненько выехать. Но очень многие водители не пользуются этим, а пытаются выдавить газ в пол, машина закапывается и садится. Они стоят просто на месте, шлифуют и все. И вот это чаще всего происходит, надо сказать. Если верить прогнозу погоды, то снег в Уфе будет идти еще как минимум две недели. В администрации города объявили, что жилищно-коммунальные службы уже работают в усиленном режиме. Снег обещают убирать круглосуточно. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев и Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok